привет друзья видите что я сейчас делаю роутер отключаю после тестов это tp-link вот такой вот маленький c54 стоит этот tp-link 25 долларов по крайней мере я его купил за 25 долларов до 5 геогерцовый tp-link и мне стало интересно для чего можно приспособить вот такой вот роутер за 25 долларов кстати такой прикольненький дизайн но не знаю сейчас решим стоит или нет на канале технозон поехали слушайте рассматривать то в нем практически нечего настолько прост я конечно же покажу распаковку он настолько маленький но это 100 мегабитный роутер боже мой 100 мегабит спросите вы для чего его можно использовать вам скажу например маленькая квартира либо человек стеснен в средствах и вот ограниченный бюджет в 25 долларов а нужно поставить например роутер с поддержкой мультикаст для того чтобы смотреть провайдерские 5 да вот такая вот штука она поддерживает мультикаст она поддерживание 100 мегабитные порты есть 5 гигерцовый вайфай некоторые из вас сейчас просят зачем здесь 5 гигерц я вам объясню потому что 5 гигерц дает более широкую полосу пропускания и возможность подключения большего количества устройств без потери скажем так ширины канала без потери скорости каждого из устройств то есть каждое устройство при работе с каналом в определенный момент может получить максимальную скорость в 100 мегабит то есть мы конечно же потестируем он меня приятно удивил тем что мой тестовый комп удаленный находится в 15 метрах от меня ну правда в прямой видимости и затухание вот это вот вайфай сигнала было достаточно минимальным то есть он неплохо подойдет для однокомнатной квартиры со 100 мегабитным интернетом для от людей с ограниченным бюджетом конечно же я не скажу что на таком роутере вы сможете смотреть супер контент для тв боксов я не скажу что это игровой роутер это просто роутер для соц сетей для браузинга какого-то для ютюбинга для просмотра и 5 не для большого количества устройств ссылочка на такой роутер лежит в описании под видео ну конечно же мы с вами уже переходим но я вам хочу напомнить что мы разыгрываем sony playstation 5 на момент съемки этого видео ссылка на очередной розыгрыш вернее на sony playstation 5 лежит в описании под видео но если там его еще нет то конечно же там есть другой не менее интересный розыгрыш поэтому подписывайтесь и нажимайте колокольчик ребят берем роутер переходим распаковываем тестируем и делаем выводы tp-link archer c54 с технологией мем а м а то и 1200 вайфай роутер с 5 гигагерцами очень-очень дешевенький имеется в виду очень бюджетная модель есть у нас бим форминг это неплохая технология перераспределения сигнала в точку принятия конфигурации антен в зависимости от положения самого допустим устройство которое подключено чтобы было максимально идеальное ну как они заявляются максимально идеальное покрытие сигнала для каждого устройства давайте его вскрывать так так тадам ой он маленький слушайте он такой малыш капец ну просили бюджет получите бюджет ой-ой-ой какой маленький слушайте прикольный но что мы с вами имеем ничего сверх такого необычного нет есть у нас обыкновенная пластиковая коробка 4 антенны есть у нас в н4 лен порта сзади есть у нас крепление для стены суждено больше ничего нет в комплекте идет у нас 9 вольтовый блок питания и идет патч корт слушайте ну бюджет он и есть бюджет давайте уже подключать до тестировать наверное друзья традиционно мы конечно же подключили потестируем его но так как здесь 100 мегабитные порты мы рассматриваем его для людей в мега бюджете за допустим 25 долларов со 100 мегабитными тарифами то мы можем даже использовать спид тест в некоторых случаях тестирование обыкновенного в сейчас мы тестируем на внешние сервера нашего провайдера он выдает 90 он должен выдавать 93 минимум 94 даже выдает все остальное это служебный трафик то есть это честные 100 мегабит но тут как бы ничего и не предвещало никаких отрицательных моментов то есть вот 93 на загрузку и 94 на выгрузку это абсолютно отличный результат для такого роутера хотя нам конечно же необходимо будет оценить как он работает в н нолен то есть это значит что мы должны понимать как он работает через lan порт и здесь мы тоже можем использовать стандартно спид тест мы сейчас на удаленном нашем сервере просто стартуем и получаем лэн на вен обыкновенный вот пинг у нас 216 на внешние сервера нашего провайдера и получаем все те же самые результаты 91 92 93 ну в общем-то честно и 100 мегабит он передает через порт и лэн на вен то есть на внешний мир простыми словами 93 74 на 90 почти 5 супер 94 на 78 теперь мы должны с вами оценить взаимодействие через порты лэн на лэн это тоже обязательно не режет ли он скорость внутри сети то есть если у вас есть два компьютера либо есть какое-то устройство типа хранилище данных и режет ли он между ними скорость для этого мы на удаленном компьютере запустили сервер айперф самый простой и должны через тот же самый сервер через клиент айперф 3 на удаленном компьютере вернее на том котором мы сидим запустить тест внутри сети между лэн и лэн пока что запускаем в одном потоке это 96 95 94 мегабита и никаких у нас проблем между лэн и лэн не существует знаете что нам еще необходимо здесь проверять нам необходимо проверить вайфа 5 гигерц и тут как бы у нас вопросов меньше всего будет подключаемся на сеть tp-link подключено слушайте подключается все очень быстренько на самом-то деле обыкновенный дешевенький роутер обыкновенный бюджетный роутер 25 баксов вот пожалуйста на внешний мир на сеть он у нас показывает все те же самые там 100 мегабит через пять через пять я герц 90 почти 90 я там прыгнул 84 9 и на выгрузку 90 вот прыгать 90 80 90 80 ну короче сейчас еще раз попробуем обязательно 84 9 на 94 давайте еще раз 84 на 90 на 90 мегабит короче в среднем не самый лучший результат в 5 гигерц не самый но вот цена ладно а давайте-ка мы с вами проверим еще 2 и 4 гигерца в данном случае стартуем 24 мы его уже подключили 24 тоже слабоват на свой бюджет сколько он стоит столько он и показывает ребят показываю всю правду все должно быть есть как есть тут на 20 на загрузку 45 40 40 на выгрузку приблизительно слушать им еще попробуем на другом компьютере на другом модуле потому что здесь вай фай 6 модуль 802 11 и x и возможно какая-то несовместимость слушайте ну здесь нам больше проверять особо нечего да вот тот случай когда выжимать на гигабит не нужно ничего чтобы показать что она работает и так включаемся на удаленный компьютер удаленный компьютер у нас стоит сейчас мы отнесли его на буквально 15 метров это нам позволяет ориентироваться насколько идет тихо утухание затухание сигнала для того чтобы мы могли понимать что это допустим для маленькой квартиры либо для большой квартиры либо для средней 15 метров это в принципе вот у меня в трехкомнатной квартире стоит роутер если здесь будет достаточно большое затухание сигнала то мы будем понимать что этот роутер он мало того что бюджетный рассчитан на маленькую квартиру допустим поставить его в однокомнатной квартире на 100 мегабитный тариф может быть вполне покатит отключаем кабель от него нас к нему проложен кабель и переключим на вай фай тп линк суждено качество сигнала хоть и высокая она будет понимать конечно что он нам покажет люблю тестировать 100 мегабитный роутер достаточно спид теста никакого там не надо нам первого что здесь ожидать больших результатов не приходится пробуем наш и вот есть у нас затухание то есть 15 метрах он упал с 90 мегабит до 50 проваливался он пытается подняться но это достаточно неплохо в плане покрытия что-то пытался да там был бы у нас есть просадка в скорости сети то есть я не говорю чтобы он ориентировались вы на 86 мегабит потому что мы в данном случае будем ориентироваться на минимальную что что он спид тесте пытается вытянуть это конечно хорошо давайте пробуем еще 24 24 геогерца ну слушайте но для однокомнатной квартиры для 100 мегабитного тарифа вполне может хватить вот такого дешевенького роутера сейчас мы с вами еще проверим 24 потом посмотрим уже интерфейс интерфейс там вообще простенький настолько простенький что ну даже удивляюсь как он работает на самом деле должен работать слушайте стартуем а вот кстати на этом я не понял вообще разницы в 2 и 4 2 и 4 неплохое покрытие у нас получается то есть то что у меня смартфон есть на 802 11 и x он хуже с ним сработал чем модуль на удаленном компе в 2 и 4 он даже сработал лучше чем 5 геогерц интересненько слушайте прикольно будем закрывать эти тесты уже все понятно и так он он просто работает он просто работает в силу своих возможностей так что у нас есть на схеме сети мы видим просто у нас есть интернет ip адрес есть клиенты вот у нас три клиента подключены которые были от беспроводной 24 беспроводной 24 сейчас подключены и проводной десктоп тонн на котором мы сидим в разделе интернет есть возможность использовать динамический адрес статический пипи пи 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 есть и пи 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 вот есть некоторые люди которые там допустим в россии есть у меня подписчики пишут аут роутер роутеры китайские зачастую не поддерживают лту теперь не от этого страдают поэтому здесь есть лту теперь беспроводной режим есть у нас судил вообще ничего нету здесь практически поддерживает wp 2wp 2 enterprise так что у нас есть из настроек сети больше ничего нет капец есть гостевая сеть но хоть гостевая сеть то есть дополнительных настройках о дополнительные настройки есть режим роутером есть режим точки доступа режим усилителя вай фай сигнала можно расширить существующее покрытие сети слушайте ну интересно интересно ладно то есть можно использовать как как расширитель вай фай сигнала сеть состояние мы уже поняли что у нас здесь есть интернет все то же самое только в таком виде есть над у нас согласование скорости порта интернета ну блин 100 мегабит полу дуплекс полный дуплекс в настройках lan тоже ничего примечательного просто айпи адрес маска под сети есть поддержка айпи тиви то есть вот давайте мы с вами поймем что он поддерживает мультикаст то есть это бюджетный роутер который поддерживает мультикаст мы можем включить и будет нам счастье и dhcp сервер тоже стандартно ddns и маршрутизация для построения статических маршрутов беспроводных режимах настройки беспроводного режима мы можем с вами выбирать ширину канала 20 и 40 это для 2 и 4 герца и каналы поддерживаются от 1 до 13 тоже поддержатся wp и 2 биджи n режимы есть только n есть джен и есть биджи n в 5 герцах есть у нас поддержка wp и 2 тоже что у нас еще и ширина канала 80 герц канал от 36 до 161 все вообще замешана вина завязана на 100 мегабитный порт и получить здесь больше 100 мегабит мы ничего не получим гостевая сеть можем включать переключать расписание беспроводного доступа это кстати хорошо для ребенка можно отключать wps поддерживается для быстрой идентификации над переадресация при направлении портов есть порт триггеринг есть и pnp есть поддержка список клиентов mp и демилитаризованные зоны родительский контроль кстати классная штука от родительский контроль в тп линках бюджетных даже бюджетных это классно то есть вы можете просто-напросто создавать допустим там сыну не та клавиатура ребят сыну вася василий напишем василий можем нам его в ван пласе вот так вот закрыть вот такую вот штуку 1 2 и теперь все сайты которые содержат себе хотя бы одно из этих слов они не будут у него загружаться это такая классная штука при этом можно еще и назначить там ночью можно это делать днем короче классная фишка родительский контроль здесь вообще отличный приоритизация данных то есть мы можем с вами приоритизировать данные допустим для десктопа ему бы 1000 мегабитный порт цены ему не было за такие деньги если наш межсетевой экран контроль доступа привязка ip mac адресов поддержка ipv6 и в системных настройках здесь у нас есть стройка вне обновления давайте есть у нас у нас только из локального файла обновления ну да ладно резервная копия администрирования стандартная абсолютно есть диагностика можно пинговать домены какие-нибудь и в принципе есть управление led индикаторами ребят выходим резюмируем ну есть как и есть роутер за 25 баксов выводы у меня таковы действительно я не могу рекомендовать данный роутер однозначно как какой-то супер классный мега топ deluxe edition роутер нет это обыкновенный бюджет и бюджет на 25 долларов вдумайте за 25 долларов это 100 мегабитные порты честные 100 мегабитные порты это 5 гигерц для всех ваших устройств правда в пределах 100 мегабит это хороший я вот честно вам скажу у ты пылинка что хороший то родительский контроль вот если у вас есть маленькие дети то в родительский контроль здесь один из лучших он отсеивает по словам по каким-то моментам косвенным они так как знаете вы там должны конкретно вбивать адреса сайтов которые не нужно показывать это уже такое тяжелое администрирование и вычислить все сайты допустим с клубничкой невозможно а здесь он конкретно если сайт содержит там какое-то слово то он уже его будет отсекать это удобно а плюс поддержка мультикаста конечно же это плюс и подойдет для незатейливого тв боксинга подойдет для просмотра и 5 и для маленьких квартир ребят в целом есть как есть показали правду ссылка в описании под видео но если нравится что мы делаем ставим пальцы вверх если нет пальца вниз обязательно подписываемся с вами был бабл и тп link c54 на канале технозон пока